Здравствуйте друзья! Вчера получил из Китая модуль для подключения к ардуино термопару макс 6675 то есть модуль вот такой модуль там микросхема макс 6675 и при помощи вот этого модуля можно термопар и ты пока подключить к ардуино я подключил видео сделал давайте посмотреть видео итак друзья получились к китая долгожданный модуль для термопар макс на микросхеме макс 6675 и решил эксперименты делать и вот что получилось родная термопара который поставляется с этим модулем врет где-то 50 градусов неправильно показывать то есть это я не знаю что за термопара из чего сделано должен быть этот к-типа но вот это врет на 50 градусов я подключил тут термопару от тестера к-типа вот типа такую термопару и это очень точно стал работать давайте посмотрим я воду вот туда воду его сейчас воду нагреем вот сейчас температура воды 75 градусов давайте включать его обогреватель включаем вау 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 вода кипит 100 градусов ровно то есть вот это это выключен с термопар и вот это китайского тестера это очень точно работает ни одного градуса не врет ровно 100 градусов температура кипения воде 100 градусов и ровно 100 градусов так здесь есть вот этот приятный момент что вот это хромер алюминиевые вот эти термопары вот это рассчитан именно для вот такой хромер алюминиевых типа такого термопары очень точно работает ни одного градуса не врет вот моем экземпляре вот это радует но не радует то что вот если вот касаться вот с этим концом на корпус там обнуляется все видите нули показывает то есть это нельзя использовать вот где допустим ну допустим на термопласт автомата где этот обогрев если это воткнуть туда вот эту термопару там касается железка и этот будет ноль показывать ничего не будет показывать а так допустим печи оба этот воздух жидкости можно измерять и все точно будет измерять и здесь еще предусмотрен вот когда термопаре обрывы вот термопару вытаскиваем термопару вытаскиваем здесь показывает что этот обрыв термопаре давайте сейчас родной термопару подключу китайскую посмотрим что у нас будет сейчас Я сейчас родную термопару подключил, сейчас сюда воткну воду и посмотрите сколько будет показывать включаю 140 градусов, то есть 40 градусов, не 50, а 40 градусов неправильно показывает вот если будете покупать такой модуль, надо чтобы вот термопару отдельно взять, эта термопара не годится, грязу 50 он врет. Вот сейчас это подключаем и плюс-минус что-то. Вот теперь эту, хромер алюминиевыми термопарами нормально работает, если точно хромер алюминиевыми. Вот опять сюда воткнем, вот ровно 100 градусов показывает. Так, теперь давайте вот эта схема подключения, то есть вот этот модуль МАКС-6675 подключается SPI-шине, вот здесь CLK, CS, CS и ISO. Вот я так подключил, вот там задаем в FLPROC, вот какие вывода где. Вот в данный момент вот я так подключил, который показывал вам. И этот, так, и многочисленный эксперимент сделал на этом модуле. И у меня такое ощущение, что они перепутали вот термопару вместо ТХА, ТХК. Вот хромер капелевый вот этот термопару. У меня было ТХК, я сюда подключил к этому модулю, и у меня вот 100 градусов там показывали, назвал 150 как бы, потом при помощи математики, при помощи математики я коэффициент нашел, разделил вот это значение на выходе получил. Ну пошли, стал и ТХК тоже подключили, стал показывать, но по краям там это несколько градусов врет. Вот если вам необходимо, что у вас нету, допустим, термопара ТХА, то есть К-типа, можно Л-типа ТХК подключить и этот коэффициент рассчитать, как бы и разделить или умножать вот таким математическим действием и получать нужную вам температуру. То есть можно и ТХК подключить. Я попробовал, это все работало у меня, но по краям несколько градусов врет. Схема подключения вот такая. Так, теперь вот это, здесь я этот кнопки, хотел это терморегулятор сделать, в этой FL-прок тут кнопки как бы добавил, но передумал, лучше потом отдельно вот это видео сделаю, на этом хороший терморегулятор сделаю, как бы спамят, чтобы можно было там гистерезис регулировать и температуру выставлять с сохранением EEPROM. Поэтому я не стал, вот только подключил, подключается таким образом. Так, здесь, где, где датчики, датчики температуры, вот есть MAX6675, вот это сюда, и отсюда выставляем вот это, то есть подключаем SPI-шин, и здесь это SO я выбрал вот пятую, CS6, CS7, то есть вот так. Здесь можно и многочисленные, вот это такие датчики, сколько позволяет вивода, этот Arduino, вот если вивода хватает, вот можно и второй подключить, вот такой датчик, если у вас будет. Так, то есть у меня там SO5 был, да, сейчас посмотрю, сейчас скажем. Да, пятый, шестой и седьмой как бы. То есть вот это можно опять пятый выбрать, это можно CS, это уже другой, то есть восьмой допустим, а это седьмой. Да, вот посмотрите, то есть многочисленные, вот можно подключить к Arduino, но вот это CS, вот это для каждого случая отдельно должен быть. СО, SCK пятый и седьмой, допустим, надо бы в моем случае, вот на всех пятый и седьмой выбрать, а CS, вот это восьмой будет. Если еще другую, вот это уже восьмая будет. Если еще один взять, допустим, так, если еще один взять, так, вот это опять пятый, это седьмой, а это уже девятый будет. Видите, здесь восьмой, шестой нету, а это уже девятый. Вот таким образом это, да, здесь на выходе можно еще эта температура Фаренгайд измерять. Вот если сюда, вот так будет, здесь это Цельсий будет, вот таким образом. То есть многие вот такие можно взять, сколько позволяет у вас, вот Viva, да, если Arduino хватает, столько хватает, столько вот таких датчиков можно подключать. Вот это хороший, приятный момент. Так, потом про вот эту термопару. Вот эта термопара, которая у него вместе была, здесь я подозреваю, что это техника типа. Они перепутали, может такую отправили мне. Но еще с моим техником я подключил, там разница была, все равно какая-то разница там показывает. Но здесь еще такой момент, в моем технике внутри вот это, как бы он не касается корпуса. И можно даже вот то, что у меня было, ТХК, если такой подключить, можно было и железки прикасать, как бы ничего страшного. Но это, если вот это, вот этот вывод с железки прикасается, там обнуляет, как бы, то есть так не пойдет, если, допустим, измерять температуру какой-то железки, пресс-формы, допустим, или еще чего-то. То есть надо вот этот конец изолировать, как бы, но таким материалом, чтобы температура хорошо проводила. Так, вроде все, ну да, здесь еще про этих, надо сказать, вот это 12-битный, и этот шаг 0,25 градусов, как бы, и там у него указано плюс-минус 1,5 градуса, как бы, может ошибиться. Но в моем случае, вот если я с моим термопару подключил от китайского, вот вот метра там есть, и температуру мерить, там у меня точно показывал температуру окипения в воде ровно 100 градусов, и у меня 100 градусов показывал. Так что, вроде все, в ближайшем будущем я, наверное, постараюсь сделать вот этот терморегулятор какой-нибудь на этом модуле. То есть, даже можно многоканально сделать на этом модуле терморегулятор, чтобы можно было устанавливать температуру гистерезис, и все это с сохранением энергонезависимой памяти. Ну, посмотрю, как время я найду, сделаю, наверное. Вроде все, спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok